Общенациональные каналы должны будут не менее 75% эфирного времени сделать украиноязычным. Ну вот продолжим говорить об этом сегодняшнем решении. Знаете, потому что хорошо, когда это забота о национальном государстве и о языке. Плохо, когда это создание каких-то прецедентов, когда можно манипулировать каналами, можно создавать какие-то условия для нарушения этих или иных языковых моментов, языковых квот. Я сейчас о квотах говорю исключительно. И под этим как-то давить на информационную политику канала, ожидать больше сговорчивости от него. Ну теоретически, конечно, но все, что теоретически возможно, потом возможно и практически. Так вот хочется узнать, а вот мотивации истинные? Теоретично все это можно, про что вы говорите. Вот у вас очень красивый мелодийный голос. Вот его приятно чути по каналу. А если бы вы еще говорили украинской мовой, то это бы вообще была бомба. Понимаете? Поэтому давайте так. Если кто-то скажет, что вопросы мовы не важны, он лукавит. Потому что, во-первых, изучить украинскую мову для российском мовного населения не имеет проблем. Можно я здесь отвечу? Вы же ко мне сейчас обратились? Нет, я сейчас не до вас. А вы ко мне, а я хочу за себя. Потому что я говорю в эфире и украинскую мову свою ридную, и я говорю сейчас с вами на русском. И это нормально. То есть я говорю и на английском могу свободно говорить. И я вас не спросила сейчас о том, ну вот да, как, хорошо или плохо. Говорю о том, а ищи мои цели какие? Я скажу, теоретично это возможно, но ухваление сегодняшнего решения, оно имеет, очевидно, какие-то другие аспекты, чем только питание мовы. Первое. Мы его однозначно хвалюем. Потому что мы, украинские националісти, завжди вважали, вважаемо и будем вважать, что питание мовы, оно очень важное. Едина мова, единая держава. И это однозначно питание, которое нам помогает развивать нашу страну и победить в том числе и в той войне. Это первый момент и очень важный. Другой момент. На сегодняшний день я понимаю, что теперешний режим для того, чтобы отримать симпатии певных групп украинского суспільства, он будет идти на будь-якие кроки. И я не включаю этого, а даже это сегодняшнее решение, которое, еще раз скажу, я вважаю надзвичайно позитивным. Это один из кроков намагания режиму Порошенко певным чином захопить, контролювати и отримать максимальные симпатии в украинского патріотичного населення. Наступный момент. Но этого закону про квоти недостатньо. До речи, вы пригодите, когда вы решили и кричали, что станет, что будет, как мы введем квоти на украинскую музыку. А вы бачите, з'ясовалося, что есть много хорошей и циковой украинской музыки, когда только невеликой квоти ввели. Так ось, проблема сейчас в Украине в мовном вопросе и в другом, что до этого времени не скасованный, знову ж таки, конституционально нелегитимно ухваленный закон Кивалова-Колесниченко. И вы знаете, что за поданием народных депутатов от свободы, Конституционный суд расследует это вопрос, нелегитимности ухваления этого решения. Потому что уже сейчас въясовало, что больше 20 депутатов, которые голосовали за закон Кивалова-Колесниченко, физически не могли этого делать, потому что они были в закордонных отряджениях. Поэтому только тот факт есть достаточно для того, чтобы скасовать этот закон. Но Конституционный суд, про который, и честность которого, и независимость в лапках, мы уже с вами сегодня говорили, он, прослушавши эту позицию, на превеликий жаль, решение не ухвалюет. И я не включаю, что ухваление сегодня одного из мовных законов просто-напросто також может, скажем, для влади, для ее риторики, заменить необходимость ухваления нового закону и скасывания закону Кивалова-Колесниченко. Украинская мова должна существовать. Вона должна быть государственной, никто никого не обмежит. А в целом в украинской державе абсурд, когда мы говорим про квоты для украинской мовы. Нам нужно говорить, надо быть суцильной украинской мовы и говорить про квоты для какой-то другой мовы. Например, российской, английской, белорусской или еще что-то другое. Так вот в целом в абсурд, какие мовы про квоты могут быть в национальных державах. Олег Ярославович, услышали вашу позицию. Ну, как бы, мы не удивились. Ей мы ожидаем был ответ. Вот чем удивит нас Евгений Мураев сейчас? Я не буду вас удивлять, я сам удивлен. Понимаете? Вот если проанализировать три последних года, то для людей, которые буквально захватили власть в нашей стране, на повестке дня нет никаких вопросов, кроме культурно-языковых. Их абсолютно не интересует развитие государства, строительство инфраструктуры, ее расширение, улучшение. Да просто даже нет стратегии развития нашей страны. Вот эти люди, знаете, живут в какой-то уродливой такой патриотической матрице. Им кажется, что если все покрасить в желто-голубой цвет, если дать возможность, извините, каким-то активистам бить людей пожилого возраста, как возмездие НКВД, солить полякам, топтаться по их истории, а потом требовать от их лояльности, то что-то в стране изменится в позитивную сторону. Я думаю, ни один политолог, ни один историк это без нецензурной брани объяснить не сможет. Теперь касательно самого закона. Если вы вспомните, после победы, так называемой революции, все украсили в желто-голубой. Только после этого потеряли и Крым. И это был прояв патриотизма. Извините меня, пожалуйста. И это, извините, пожалуйста, это был момент, когда люди, власне, хотели это делать, потому что они пешались, они были гордыми теми. И то, что даже эти мости... Вот я вас абсолютно не перебивал в вашем монологии. Я могу выразить, когда вы, народный депутат украинской державы, фактически, нібито нейтрально, но вы принижаете украинскую державу и украинский идеал. Я вам говорю, что глупость не должна вообще никаким образом довлечь над государственной политикой. Как только вы начинаете спекулировать на культурно-исторических разногласиях регионов Украины, вы потакаете сепаратистским настроением везде. И я объясню, почему совершенно спокойно. Вы знаете, у меня хорошие отношения с доктором Комаровским, который мне на пальцах объяснял, что если у человека забирать язык, а это его восприятие Родины, он будет стремиться туда, где это ему дадут, с точки зрения психологии. Так какие проблемы? Поэтому, когда вы рассказываете о том, что... Парк Марк, так какие проблемы? В таком случае для людей существует формула. Чемодан, вокзал, Россия. Олег, вам либо давно не хватало эфиров, либо вы потеряли... Эфирович, да хай туда чаруют. Мы есть национальная страна, у нас должна быть единственная мова. Вы думаете, а вы в Немеччине, идите попробуйте русскую мову поговорить, англійськую, французькую. Вы же приедете туда, вы будете говорить німецкую мову. И в Германии, и в Израиле, и во многих других странах существуют каналы, которые вещают для национальных меньшинств. Не нравится? Не смотрите. Смотрите пятый канал, 24-й. Но навязывать политику вы не имеете права. Это противоречит хартии языковой европейской. Это противоречит европейской ценности. Потому что русская мова не вмирает. Питание русификации Украины, оно есть штучное. И вы это тоже прекрасно знаете. И за много лет, наша позиция, дивитесь, наша позиция в мовном вопросе. Мы, а, первое, на государственном уровне, мы должны использовать государственную мову. Анна Васильевна, у меня моя позиция будет в этом мове. Все люди, которые хотят быть народными депутатами, полицаями, прокурорами, которые хотят быть президентами, министрами, должны владеть государственной мовой. В побуте, пане Мураев, говорите себе, какой вы хотите мовой. Включайте собі канали, которые вы хотите с другой мовой слушать. А я хочу вам сказать, мне, украинцы, вы обмежуете, что вы мне не даете возможность украинцам на своей богом данной земле включить радио, включить телевизор и слушать канали своей мовой. Я должен искать, я должен искать для своих детей, для своих внуков, искать мультфильмы украинской мовой. Оце я неправильно в украинской державе. А стосовно того, что есть и другие мовы, и могут быть канали, передачи, или что-то другое, мовами национальных меньшин, нет вопросов. Но это не должно быть тотально российской мовой, как я де-факто сейчас в Украине. Вот и все. Евгений Павлович, только, пожалуйста, короткий ответ. Вы сейчас, когда перечисляли профессию и назвали профессию полицая, вы ее перепутали с полицей? У нас же сейчас были милиции, теперь сейчас полиции, так же? Ну, это хорошо, что прозвучало. Я думаю, этот ваш такой реверанс для зрителей совершенно четко будет истолкован. Теперь я все-таки думаю, дорогие друзья, вот когда начинают бороться с историей, культурой и языками, это говорит о том, что выборы близко. Потому что любые технологи будут любым политическим партиям говорить, что они должны четко позиционироваться в той матрице, которая была создана в 2005 году, где люди были разделены на людей трех сортов, где был проложен разлом по истории, по культуре, по внешнему вектору и, самое основное, по языкам. Если вы посмотрите карту электоральных предпочтений, она как раз и делилась на две большие группы, условно, бело-голубую и оранжевую. И это как раз культурные и этнические особенности. Если мы хотим сохранить целостность Украины и снизить вот это, знаете, центростремительное ускорение, с которыми регионы себе ищут новое пристанище, я имею в виду и Донбасс, и Закарпатье, и Львов, которые, да, сейчас уже все имеют двойное гражданство и новый закон, который принял президент, да, или вот пытается о том, чтобы его отменить, да, будет просто отталкивать эти регионы. Вот сейчас включается четко югославский сценарий. Нас ссорят по известным, таким, знаете, вещам, которые нас разделяли десятилетиям. Это все технологично. Я считаю, что если мы действительно, вот позицию вы свою сказали, я скажу нашей партии. Не проведем глубокую децентрализацию и не позволим регионам принимать на местных референдумах вопросы по культуре, истории, в том числе языкам, мы потеряем целостность нашей страны. Поскольку у нас компактно проживает в огромном количестве национальные меньшинства, для которых языковой вопрос тоже важный. Касательно города Харькова, я вам скажу, вы не найдете ни одной русской школы. И это нормальная, возможно, взвешенная национальная политика о том, что все должны знать украинский язык. Но в обязательном порядке навязывать проценты говорения ведущих в эфирах телеканалов, это глупость. Это приведет к штрафам. Кроме того, я вам скажу, да, в этом постановлении есть возможность секретарю СНГО, конкретно Турчинову, делать исключение для определенных средств массовой информации. Как вы думаете, оппозиционные средства массовой информации, которые поддерживаются на Юго-Востоке, будут пользоваться такой преференцией? Мы уверен, что нет. Я уверен, что будут давать только провластным каналам или те, которые сейчас создают технологические для того, чтобы они сработали на избирательную кампанию уже, знаете, этого оголтелого, отходящего национализма. Друзья мои, вопрос, я думаю, что если вы своим журналистам скажете, говорить о украинской мировой, то никаких штрафов вы платите не будете. Это первое. Другой, вы говорили про карту, ну правильно, то есть політика канала, то есть політика канала. Другой, ну невозможно у вас слушать эту сувдеповскую маячню. Слушайте сюда. Вы рассказали про карту электоральных симпатий. Так я вам хочу сказать, вот не один раз в интернеті можно увидеть карту, где больше говорят русской мовы, где больше говорят украинской мовы. Так вот, зверніть увагу, что окуповані зараз Москвою территории есть там, где была большая большая русская мовы. Там, где была украинская мова, там не окуповані территории. И они контролируются зараз украинской державой. Украинской державой, в которой есть влада, которую мы, националисты, критикуемо. Критикуемо через то, что эта влада как раз недостатньо працюет в национальных питаниях. И если бы те законы, которые променула свобода, в том числе и в мовном вопросе, были ухвалены еще три года назад, сегодня у нас бы такого хаоса и бардаку не было. А бардак и хаос через то, что та влада как раз не национальна. И не называйте пана Мураев, Порошенко и его команду, чтобы они типа отстоять какие-то там национальные интересы. От я как раз вважаю, что они даже близко того не делают. Что они даже близко не делают для культуры, для защиты национального информационного простору, для защиты украинской мовы. Они могли бы набагато больше сделать, но этого не делается. И поэтому, если бы эта влада после революции раз отрезала и это сделала, то ситуация была бы совсем другая сегодня. И мы бы не слышали даже таких ваших висловливаний, потому что вы, ну даруйте, будь ласка, вы сейчас же говорите риторикой Януковичевских времен. Что же тогда изменилось в нашей стране? Дорогой мой визави, я говорю исключительно своими мыслями и говорю то, что думаю. И в принципе меня уполномочили люди, которые избирали в парламент не по спискам. Я проходил по мажоритарному округу и постоянно общаюсь со своими избирателями. Но вернемся к истории. Вот именно три года назад, вот те же слова, которые вы говорите сейчас, привели к событиям, которые возникли в Крыму и на Донбассе. И если вы дальше будете гнуть эту линию, вполне возможно, подобные процессы будут инспирированы и в совершенно других регионах. Потому что люди устали в физическом позиции. Чтобы вы друг друга не переубедитесь сейчас, что здесь шапка оппозиция. Каждый из вас ее высказал. Это только подтвердило то, что я говорю. Вата, поднимай голову. Вот и все. Олег Чегнебок со своей последовательной абсолютно позиции. Евгений Мурай со своей же последовательной тоже. Олег Григорьевич, ну спасибо за то, что сегодня были с нами в вечернем прайме. Видите, даже люди говорят, что заскучился я за вами. Ну вот, все, спасибо вам большое. Спасибо, до встречи. Взаимно, спасибо. Спасибо большое. Олег Чегнебок был с нами. Отпускаем, да, с благодарностью. Украинский политик, лидер ВОО «Свобода». Друзья, на сегодняшний день.